Здравствуйте, дорогие ребята! Мы с вами продолжаем изучение обособленных членов предложения. Тема нашего сегодняшнего урока – обособленные приложения. Для начала с вами вспомним, какие члены предложения называются обособленными. Я думаю, что вы помните, что обособленные члены предложения – это такие члены предложения, которые выделяются запятыми. Обособленными могут быть только второстепенные члены предложения. Итак, обособленные приложения. Ребята, рассмотрим сначала предложение. С нами в лес за малиной пошла дочка соседа, девочка лет десяти. Память этот бич несчастных оживляет даже камни. Как вы заметили, в этих предложениях обособлены второстепенные члены предложения. Давайте посмотрим, почему это приложение. Для начала вспомним, что приложением называется такое определение, то есть это вид определения, который выражен уже не прилагательным или причастием или другими согласованными видами, а именем существительным, которое согласуется с определяемым словом в падеже и числе. Итак, ребята, выделим грамматическую основу предложения. Дочка пошла и дочка кто именно или какая девочка лет десяти. Это и есть у нас приложение. В каких же случаях мы обособляем приложение? Обратите внимание на то, что приложение стоит после определяемого существительного дочка. И если определяемое существительное выражено, ребята, именем существительным, конечно же, нарицательным словом, то обособляться оно может быть только в том случае, если это приложение распространенное. Как мы видим, девочка лет десяти распространенное приложение. И оно уже стоит в конце предложения, поэтому отделяется запятой. Далее память этот бич несчастных оживляет даже камни. Память оживляет. Какая память этот бич несчастных? Тоже обособленное приложение, которое стоит после имени существительного, нарицательного и является распространенным. Итак, это первый случай обособления приложения. Если распространенное приложение стоит до и после определяемого нарицательного существительного. Рассмотрим следующий случай обособления приложения. Онегин, добрый мой приятель, родился на брегах Невы. Как мы видим, здесь подлежащее Онегин и родился. Онегин какой или кто именно? Добрый мой приятель. Как вы видите, тоже распространенное приложение. Стоит оно опять-таки после имени существительного, но имя существительное в этом случае собственное имя. В этом случае мы говорим, что одиночные или распространенные приложения, в данном случае у нас распространенное приложение, обособляются в случае, если стоит после определяемого слова имени собственного. Левитан, известный художник, точно передает игру светотени в березовой роще. Левитан, какой известный художник. Тоже распространенное приложение, стоящее после имени собственного. Оно обособляется. Ребята, есть случаи, когда приложение обособляется, если стоит до определяемого существительного, до определяемого слова. Что же это за случай? Сначала обратим внимание на предложение, а потом сделаем вывод. Упрямец во всем Илья Матвеевич оставался упрямцем и в учении. Обратите внимание на грамматическую основу. Илья Матвеевич оставался упрямцем, это сказуемое, составное, именное сказуемое, как мы знаем. И Илья Матвеевич, какой упрямец во всем. Как мы видим, приложение относится к существительному, но стоит до определяемого существительного. Почему же в этом случае мы его отделяем запятой? Обратите внимание еще раз на то, что здесь, если ставить союз, то мы получим такой вот оборот. Так как Илья Матвеевич был упрямцем во всем, он оставался упрямцем и в учении. То есть вот это приложение имеет добавочное значение причины. Вот в этом случае, ребята, приложение, стоящее до определяемого слова, тоже обособляется. Известный артист и талантливый режиссер Шукшин был скромным человеком. Шукшин был скромным человеком, это сказуемое. И Шукшин какой? Талантливый режиссер и известный артист. Два однородных приложения, стоящие до определяемого существительного, обособляются, потому что мы здесь опять-таки можем сказать, что это приложение имеет дополнительное значение причины. Здесь уже, ребята, приложение имеет дополнительное значение уступки. Несмотря на то, что Шукшин был известным артистом и талантливым режиссером, он оставался скромным во всем. Итак, мы делаем вывод, что приложение, распространенное, стоящее до определяемого существительного, обособляются в том случае, если имеют дополнительные обстоятельственные значения. В частности, причины. И в этом случае мы получили с вами дополнительное значение уступки. Мы можем записать сюда и уступки. Далее, ребята, приложения могут обособляться и в том случае, если они присоединяются к определяемому слову при помощи следующих слов по прозвищу, по имени, по кличке, по фамилии и так далее. Рассмотрим предложение. Была у Ермолая легавая собака по прозвищу Валетка. Какая собака была и какая собака по прозвищу Валетка. Как вы видите, здесь у нас Валетка – это прозвище собаки, но в то же время здесь использовано само слово по прозвищу. В этом случае мы обособляем приложение. В данном случае отделяем запятой. Известный испанский архитектор по фамилии Гауди создал необычный собор, к которому съезжаются миллионы людей, чтобы полюбоваться на это чудо. Здесь мы видим, что архитектор создал. Это грамматическая основа одного предложения. Предложение сложное. И здесь миллионы людей съезжаются. Это грамматическая основа второго предложения. Сложно подчиненное предложение, ребята. Но в первом простом предложении у нас есть обособленное приложение по фамилии Гауди, которое относится к слову архитектор. Какой? По фамилии Гауди. И видим, что приложение присоединяется к определяемому слову при помощи слова по фамилии. В некоторых случаях, ребята, приложения могут присоединяться к определяемому слову при помощи союза как. Обратите внимание на предложение Илюши. Иногда как резвому мальчику, так и хочется броситься и переделать все самому. Или как старый артиллерист я презираю этот вид холодного оружия. Опять-таки, ребята, в этом случае с союзом как. Приложения обособляются только тогда, если имеют дополнительное значение причины. Так как Илюша был резвым мальчиком, ему хотелось броситься и переделать все самому. Или же так как я бывший или старый артиллерист, я презираю этот вид холодного оружия. Но, ребята, вам следует обратить внимание и на то, что союз как может использоваться в значении, то есть присоединять выражение в значение в качестве. В этом случае оно не отделяется, не обособляется запятыми, не выделяется, так как, как я уже сказала, имеет значение в качестве. Например, Достоевский известен как мастер психологического анализа поведения своих героев. Достоевский известен как мастер психологического анализа, выступает в значении в качестве и, как вы видите, не обособляется. Обособляются, ребята, также приложения, относящиеся уже не к существительному определяемому слову, а к личному местоимению. Итак, ребята, предложение «Я, человек гуманистических взглядов, не могу закрыть глаза на происходящее». Или же «Они, люди, работящие, содержали в полном порядке свое немудреное хозяйство». Как вы видите, в обоих предложениях приложения, распространенные или одиночные, относятся к личному местоимению. В первом случае «Я, какой человек гуманистических взглядов, не могу закрыть глаза?» Сказуемое. И во втором предложении «Они, какие люди, работящие, содержали в порядке?». Как мы видим, ребята, здесь в обоих предложениях личные местоимения являются определяемыми словами для обособленных приложений. Итак, ребята, сегодня мы с вами познакомились с обособлением приложений и научились ставить знаки препинания в этих случаях. До свидания, до новых встреч! Здравствуйте, дорогие восьмиклассники! Ребята, сегодня мы с вами поговорим о неравенствах, об их свойствах и о решении неравенств, а также о числовых промежутках. Ребята, с неравенствами мы с вами уже знакомы были в седьмом и в шестых классах. Давайте еще раз вспомним, что мы называем неравенством. Ребята, неравенство – это два выражения, которые соединены знаками «больше», «меньше», «больше» либо «равно», «меньше» либо «равно». Если, ребята, поставить один из этих знаков между двумя выражениями, то это означает, что мы сравнили эти выражения. Ребята, строгие неравенства – это такие неравенства, которые соединены знаком «больше» или «меньше». Не строгие неравенства, как вы помните, это неравенства, у которых части соединены знаком «больше» либо «равно» или «меньше» либо «равно». Если, ребята, разность двух выражений а и b больше нуля, то есть положительна, то мы можем сказать, что а больше, чем b. То есть если а минус b больше нуля, тогда а больше числа b. Если, ребята, разность двух неравных чисел или выражений отрицательна, то есть а минус b меньше нуля, тогда мы утверждаем, что а меньше b. А теперь, ребята, поговорим с вами о свойствах неравенств. Ребята, если к обеим частям неравенства прибавить одно и то же число, либо отнять одно и то же число, то мы с вами получаем равносильное неравенство. То есть если а больше b, тогда если к а и к b, то есть к обеим частям неравенства, прибавить число c, либо отнять число c, то мы с вами получаем равносильное неравенство. То есть а плюс c больше, чем b плюс c, и а минус c больше, чем b минус c. Следующее, ребята, свойство. Если обе части неравенства умножить на одно и то же число, либо разделить на одно и то же число, то опять-таки получается равносильное неравенство. Например, если а больше b, тогда, если мы умножаем обе части на положительное число c, то есть а на c и b на c, то у нас получается, ребята, равносильное неравенство. Либо, если мы а поделим на c, то есть а поделить на c и b поделить на c, также получаем с вами равносильное неравенство а делить на c больше чем в делить на c следующее свойство ребята если же обе части неравенства умножить либо разделить на одно и то же отрицательное число в этом случае ребята получается неравенство противоположное данному то есть если а больше чем b и если мы собираемся умножить обе части неравенства на какое-то число минус c то при этом мы обязаны поменять ребята знак данного неравенства то есть минус отце у нас меньше чем минус bc обратите внимание здесь мы поменяли знак точно также при делении на одно и то же отрицательное число знак у нас поменяется неравенстве ребята то есть минус а делить на c меньше чем минус b делить на c ребята как свойства из прежде сказанного если а больше чем b то понятно что а в степени и больше чем в степени здесь ребята n это натуральная степень либо если а больше чем b тогда если я возьму обратное к 1 делить на и обратной к b 1 делить на b в этом случае ребята тоже знак поменяется на противоположный а теперь ребята внимание на доску рассмотрим задачу оцените периметр и площадь прямоугольника со сторонами а и b сантиметров если известно что а больше чем 1,5 но меньше чем 1,6 и b больше чем 3,2 но меньше чем 3,3 ребята нам с вами известно что периметр прямоугольника находится по формуле 2 умноженное на а плюс b а площадь прямоугольника находится по формуле а умножить на b тогда чтобы оценить периметр ребята данного прямоугольника необходимо сначала сложить вот эти два двойных неравенства а плюс b при этом ребята знаки у нас остаются 1,5 плюс 3,2 у нас получается в сумме 4,7 1,6 плюс 3,3 получаем 4,9 то есть мы сложили ребята данное неравенство почленно теперь ребятки необходимо вот эту сумму а плюс b умножить на 2 то есть обе части неравенства умножаем на 2 так как ребятки 2 у нас положительное число тогда можно записать что а плюс b умноженное на 2 получается это наш периметр соответственно 4,7 умножаем на 2 получаем 9,4 и 4,9 умножить на 2 получаем с вами 9,8 а теперь ребятки оценим площадь по данным неравенствам данном случае ребята опять-таки перепишу эти неравенства сюда значит у нас а больше чем 1,5 однако меньше чем 1,6 бы у нас больше чем 3,2 но меньше чем 3,3 а теперь бак и для того чтобы оценить площадь умножим это все по члену а умножить на б это у нас с 1,5 умножается на 3,2 1,6 умножается на 3,3 здесь у нас получается ребята 4,8 а здесь у нас получается 5,28 всем самым ребятам мы с вами оценили периметр по данным двум неравенствам а также оценили площадь а теперь ребятки выполним по учебнику номер 4 на странице 172 нам данные ребята два неравенства x больше чем 3 но меньше чем 4 и y больше чем 6 но меньше чем 8 и так ребята оценим разность x минус y ребята данное выражение мы с вами можем записать как x прибавить минус y для этого ребята вот неравенство с игреком мы должны умножить на минус 1 если мы умножаем это все на минус 1 мы с вами понимаем что у нас должны поменяться знаки то есть будет так минус 6 больше чем y а y больше чем минус 8 для того чтобы ребята поддержать симметрию в данном неравенстве мы можем просто поменять местами минус 8 и минус 6 и записать это как минус y больше чем минус 8 но меньше чем минус 6 теперь после того как мы вот это неравенство заменили этим мы можем с вами почленно вот сложить вот эти два полученных нами неравенство то есть запишем x больше 3 но меньше 4 минус y больше минуса 8 меньше минуса 6 сложим эти два неравенства по члену ребята x прибавить минус y это все равно что x минус y знаки сохраняются 3 прибавить минус 8 это минус 54 прибавить минус 6 получаем минус 2 таким образом ребята мы с вами оценили разность x и y а теперь ребятки оценим с вами вот это вот выражение 3x минус 2 y для этого необходимо в данное неравенство умножить на 3 сначала вот это неравенство умножить на 2 получаем 3x у нас больше чем 9 и меньше чем 12 соответственно ребята y у нас 2 у нас больше чем 12 меньше чем 16 однако ребята так как мы умножим должны умножить на минус 2 запишем это так минус 2 y больше чем минус 16 но меньше чем минус 12 и теперь ребята запишем это друг подружкой и выполним сложение почленно что мы получаем ребята 3x прибавить минус 2 y это получается у нас 3x минус 2 y знаки мы перепишем 9 прибавить минус 16 ребята получаем минус 7 12 прибавить минус 12 получаем с вами 0 то есть 3x минус 2 y больше чем минус 7 но меньше чем 0 ребята а теперь ребята выполним следующий пункт на странице 172 номер 4 нам необходимо оценить вот эти два выражения то есть на ценить x к игреку и оценить 2x к игреку сначала займемся оценкой x к игреку ребята это можно заменить ребята как x умноженные на 1 y для этого необходимо значит x мы оставляем однако y ребята вот мы заменяем как 1 на y то есть напишем 1 к игреку больше чем 1 треть но меньше чем 1 2 здесь также поменяются знаки но мы чтобы не поменять знаки ребята поменяли местами здесь сюда записали одну треть а двойку записали сюда как 1 2 и теперь необходимо это умножить на x перепишем сюда x у нас больше чем 15 меньше чем 20 умножаем ребята это почленно получаем x к игреку это выражение у нас больше данное произведение даст нам 5 а данное произведение даст нам 10 то есть отношение x а к игреку больше 5 но меньше 10 ребята а теперь ребятки оценим 2x к игреку ребята у нас 1 на y уже нам известен вот он есть то есть мы 2x делить на игрек запишем как 2x умножить на 1 к игреку то есть получаем один к игреку уже мы имеем необходимо нам x умножить на 2 то есть вот это мы умножаем на 2 умножаем на 2 по члена получаем 2x больше чем 30 меньше чем умножаем на 2 20 получаем 40 а 1 к игреку ребята мы можем переписать вот это у нас получается один на игрек больше чем одна треть но меньше чем 1 2 в данном случае опять-таки по члену умножаем 2x умножить на один игрек это все равно что 2x делить на игрек знаки сохраняются 30 умножить на одну треть это у нас 10 и 40 умножить на одну вторую это у нас 20 тем самым ребята мы оценили 2x к игреку то есть это больше чем 10 меньше чем 20 ребята а теперь ребятки поговорим с вами о числовых промежутках внимание на доску если . расположена на координатной прямой ребята между а и b и удовлетворяет условия что x больше чем а меньше чем b обратите внимание пожалуйста на чертеж в этом случае ребята множество всех чисел которые удовлетворяют данному условию называют числовым промежутком от а до b и обозначают это ребята как x принадлежит промежутку а бы данном случае а бы ребята это у нас интервал рассмотрим ребята промежуток когда x у нас больше либо равно минус 2 но меньше либо равно единицы данном случае если x ребята больше чем минус 2 это говорит о том что все x и они расположены правее а x если меньше чем минус 1 то данные x и левее чем минус единица поэтому покажем ребята мин точки минус 2 и 1 на оси заметьте что эти точки у нас закрашены то есть они входят в решение так как x больше чем минус 2 штриховка идет у нас вправо но так как x у нас меньше чем 1 то наши иксы расположены левее чем 1 поэтому ребята вот этот промежуток от минус 2 до единицы включительно является отрезком из данном случае ребята обратите внимание так как у нас минус 2 и 1 являются решением то скобки у нас видите квадратные это говорит о том что минус 2 и 1 входит данное решение рассмотрим ребята следующий пример когда у нас x больше чем минус 2 но меньше чем 1 чем отличаются ребята эти два неравенства данном случае она неравенство строгое посмотрите поэтому . минус 2 она не закрашена она видите как выколота и здесь ребята она также выколота то есть мы не берем эти точки в качестве решения опять-таки решение от минус 2 до единицы это есть решение данного неравенства и в данном случае так как неравенство строгое ребята у нас скобки как вы видите круглые рассмотрим ребята следующий промежуток x больше чем минус 2 но меньше либо равно единицы с одной стороны ребята неравенство строгое с другой стороны не строгое к заметьте минус 2 здесь у нас на данном этапе у нас неравенство строгое поэтому . видите она не закрашена она выколота x и больше чем минус 2 значит все иксы у нас расположены правее здесь один у нас является решением поэтому . один закрашена x и меньше чем единицы поэтому штриховка уйдет в левее и наши штриховки пересекаются от минус 2 до единицы включительно и в случае ребята записи решения то мы пишем x принадлежит от минус 2 то единицы включительно заметьте что минус 2 не входят решению поэтому со стороны минуса 2 у нас скобка круглая а со стороны единицы у нас скобка фигурная квадратная следующий пример ребята когда x у нас больше либо равно минус 2 но меньше чем единица в данном случае ребята минус 2 закрашены потому что с этой стороны у нас неравенство не строгое однако со стороны единицы у нас . выклада она не является решением и в данном случае x принадлежит от минус 2 включительно до единицы не включая ее скобка у нас круглая рассмотрим ребята следующий промежуток x больше чем минус 7 данное неравенство у нас строгое мы отмечаем на оси минус 7 и все x и больше чем минус 7 значит больше расположена справа штриховка идет вправо и чтобы показать промежуток ребятам мы пишем что x принадлежит от минуса 7 до плюс бесконечности так как минус 7 не входит в решение скобка круглая в случае ребята x меньше чем минус 7 мы имеем что все иксы меньше чем минус 7 то есть они расположены левее от минуса 7 причем минус 7 ребята как вы видите . выколота то есть она не является не входят решение поэтому x принадлежит от минус бесконечности до минус 7 из кубка круглая ребята рассмотрим его это следующий промежуток когда x больше либо равно 10 в этом случае ребята неравенство не строгое то есть 10 как вы видите мы закрасили она и входит в решение и все иксы больше чем 10 штриховку у нас идет вправо тогда если мы хотим записать решение мы напишем что x принадлежит от 10 включительно до плюс бесконечности заметьте 10 скобка квадратная следующая ребята неравенство x меньше либо равно 10 здесь также у нас не строгое неравенство поэтому x меньше 10 10 является решением поэтому мы закрасили эту точку все что меньше 10 ребята расположена левее поэтому наше решение от минуса бесконечности до 10 включительно заметьте что скобка у нас квадратная последний ребята вид промежутка это когда у нас x принадлежит от минус бесконечности до плюс бесконечности это говорит ребята что в качестве x а вы можете взять любое число из всех возможных на оси а теперь ребятки поговорим с вами о пересечении промежутков пусть нам дан некоторые промежуток от минуса 2 до 5 включительно заметьте минус 2 опять закрашены точки и второй промежуток от единицы до 7 включительно заметьте синим цветом показано от минус 2 до 5 зеленым от единицы до 7 если я говорю о пересечении ребята промежутков то я говорю от об общей области заметьте по чертежу видно что наша общая область это 1 от единицы до 5 включительно то есть записываем это отрезок минус 2 опять пересекается с отрезком 11 от единицы до 5 включительно ребята если ребятки мы с вами говорим об объединении этих же промежутков то как в качестве объединения ребята мы с вами записываем всю область куда попадает наша штриховка то есть от минус 2 до 5 объединяется от единицы то 7 включительно это у нас получается область от минуса 2 до 7 включительно ребята на этом ребята наш урок подошел к концу спасибо всем за внимание увидимся на следующем уроке здравствуйте дорогие ребятки сегодня мы с вами поговорим о соединении проводников давайте вспомним что такое проводники если у нас имеется электрическая цепь значит у нас в обязательном порядке должен быть источник тока замыкающий ключ соединительные провода и потребители то есть те предметы которые используя электрическую энергию превращают ее в световую механическую в тепловую и так далее так вот при наличии определенного соединения между проводниками между потребителями варьируется сила тока мы с вами знаем что закон ома характеризует движение электрических зарядов вдоль цепи то есть сила тока прямо пропорционально напряжению на концах и обратно пропорционально сопротивлению данной цепи знаем с вами что сопротивление это свойство проводника проводить или препятствовать прохождению электрического тока если он проводит мы называем проводимостью величина обратной проводимости называется сопротивлением сопротивление зависит только от геометрических параметров проводника длина площадь поперечного сечения а также внутреннее строение то есть материал род вещества если разные проводники по-разному проводят электрический ток так вот давайте с вами соединим между собой проводники и посмотрим как будет меняться та или иная величина то есть последовательное соединение что за соединение проводников за каждым последующим идет следующий проводник то есть конец предыдущего соединяется с началом последующего мы еще и называем цепочное соединение так вот при данном соединение проводников а при практическом использовании она немножечко неудобно в каком плане если каком-то из данных проводников или в проводе произойдет разрыв или испортится, например, лампочка, то во всей цепи электрического не будет. Так вот, в любом случае мы данное соединение применяем на определенных каких-то таких моментах, то есть не всегда оно применяется. Например, такое соединение проводников мы встречаем с вами в гирляндах. Гирлянда, вы знаете, что это новогоднее украшение елки, в них имеются лампочки. Если у вас во всей гирлянде перегорит хотя бы одна лампочка, то во всей цепи не будет электрической энергии. Так или иначе, мы должны и обязаны знать правила, которые сопровождают данное соединение. Итак, при последовательном соединении сила тока на всем последовательно составленном участке цепи остается неизменной. То есть И1 равно И2, равно И3 на всем участке. Поэтому мы обобщенной формулой пишем, что И равно констант. Констант, вы знаете, что не меняющаяся величина. Что касается напряжения. Так как у нас в законе Ома имеются три величины, поэтому и правило у нас будет три. Запоминаем, что при последовательном соединении сила тока не меняется. Что касается напряжения, оно равно сумме напряжения на отдельных участках. То есть У общее равно У1 плюс У2 плюс У3. Если будет 4, то и У4. Теперь то, что касается сопротивления. Так же, как и напряжение, оно будет равно сумме сопротивлений на отдельных участках. Если у нас с вами N одинаковых проводников, то общее сопротивление будет равно произведению одного сопротивления на число данных проводников. Значит, при последовательном соединении меняются две величины. Какие? Это напряжение и сопротивление. Только сила тока остается величиной постоянной. Данное соединение мы будем с вами рассматривать, когда соединение проводников при решении задач будет смешанное. То есть параллельное и последовательное. Параллельное соединение проводников, которое мы используем на сегодняшний день в своих домах, офисах, школах, учреждениях. То есть если у нас в квартире какая-то лампочка у кого-то перегорит, она никак не влияет на общее соединение цепи. Давайте рассмотрим задачи и посмотрим, как применяется данное соединение при решении задачи. Задача такого плана. Сколько лампочек надо подсоединить к гирлянде? Каждая из них рассчитана на 8 вольт. Сопротивление в цепи 200 вольт, приблизительно 200 вольт. Значит, как мы решаем? Мы с вами знаем, что общее сопротивление цепи равно сумме сопротивлений и отдельных напряжений на каждой лампочке. То есть если мне надо посчитать количество лампочек, мне нужно имеющееся общее напряжение разделить на напряжение, которое выдерживает данная одна лампочка. Значит, у нас в цепи с вами 200 вольт, а лампочка рассчитана на 8 вольт. Это говорит о том, что при последовательном соединении пойдет падение напряжения. Это позволит использовать данную лампочку без разрывов в них цепи. Так вот, мы получаем, что n равно u общее разделить на u1. Откуда мы получили эту формулу? Эту формулу мы получили из формулы u общее равно n умноженное на u1. То есть произведение одинаковых напряжений дает нам данную формулу. Естественно, сделая математические преобразования, мы находим, что n равно 25. 200 разделили на 8. Вольт сокращается, мы получаем исчисляемое число штук лампочек. Следующая задача. Значит, у нас с вами 8 одинаковых соединений. Из этих соединений у каждого из них сопротивление равно 2 Ом. При силе тока 1,6 А требуется по задаче найти общее напряжение такой цепи. Пишем формулу для закона Ома. u общее равно и общее умножить на r. Но нам r не дается общее. Нам дается число соединений, число сопротивления и сопротивление одной лампы. Значит, что мы делаем? Мы пишем i, так как i у нас остается постоянно, неизменно. Мы видоизменяем только сопротивление. Значит, r равно r1 умножить на n. Произведя определенные математические действия, мы с вами получаем, что данное напряжение в такой цепи будет равно 25,6 В. Итак, ребятки, мы с вами сегодня научились распознавать соединения проводников. На сегодняшний день мы с вами знаем соединения последователя. Последовательность – это означает, что они соединяются друг за другом. Если вы обратите внимание, у меня в данной цепи имеется измерительный прибор, который мы называем амперметр. Так вот, данный амперметр тоже подключен в цепь последовательно. Вообще амперметр подключается к любой цепи, будь то составлено последовательно, параллельно, смешано. Амперметр всегда подключается к цепи последовательно. Он показывает силу тока во всей цепи. Значит, если мне нужно будет подключить сюда вольтметр, естественно, что размыкув здесь, размыкая в данном случае цепь, я подключаю вольтметр параллельно. Вольтметр – прибор, вы знаете, измеряющий напряжение в цепи. При последовательном соединении, давайте обратим внимание, у нас сопротивление растет. То есть, если сопротивление одного проводника равно 2 Омам, если у меня 8, 10 и так далее, то общее сопротивление цепи будет увеличиваться. Это, естественно, что в практическом плане очень неудобное соединение, но мы его используем в очень маленьких определенных участках цепи. В основном мы используем с вами параллельное соединение. Изучая параллельное соединение, вы увидите, что общее сопротивление там уменьшается. Итак, используя закон Ома, мы сегодня с вами узнаем, что при последовательном соединении сила тока И1 равно И2, равно И3, и остается, естественно, констант, то есть без изменения. Это говорит о том, что при постоянной силе тока мы с вами получаем суммарное напряжение. На каждом из них получается падение напряжения, а общее напряжение будет равно сумме данных напряжений. То же самое будет происходить и с сопротивлением. Эта тема очень хорошо освещена в ваших учебниках. В конце данного учебника в табличном виде имеются задачи. То есть почему в табличном виде вам надо будет заполнить каждое окошко соответственно вот законам последовательного соединения. Вот эти законы последовательного соединения дают возможность рассчитать и напряжение, и сопротивление на каждом участке в отдельности и в суммарном виде. На сегодня все. Успехов вам. Увидимся еще.